Приветствую вас! Первое, о чём мне бы хотелось спросить, это то, на какой ответ вы нацелены сами. То есть, вы какого ответа хотите получить? Знаете, если вы хотите понять себя, да, если вы хотите именно понять себя, то у меня вопрос возникает. Собственно говоря, почему вы задаёте этот вопрос? То есть, вы, вроде как, взрослая девушка уже, да, судя потому что вы о себе рассказываете, спрашиваете нас, как вам себя вести. И спрашиваете нам, что вам выбирать. Выбирать другого молодого человека или этого молодого человека. Понимаете? И это странно, потому что взрослый, взрослый человек так не поступает. Взрослый человек не спрашивает у других мнения. Понимаете? Да, к психологам обращаются, но к психологам обращаются люди с проблемами. Вы же просто хотите от нас совет, а психологи как бы советов не дают. Да? Вот. Что я вижу здесь вот у вас, что я вижу? У вас я вижу какую-то, ну, неуверенность. У вас я вижу требования к молодому человеку, да, у вас я вижу какую-то потребностную сферу. Понимаете? Ну, то есть, вот, потребностная сфера, имею в виду стремление реализовать что-то самой. То есть, вот, вы когда молодого человека выбирали, да, вы говорите, что вот я была в розовых очках, в розовых очках, я была в розовых очках. Ну, хорошо, вы были в розовых очках, сейчас вы уже не в розовых очках, и всё равно вас что-то удерживает рядом с ним. Ну, если он не отвечает вашим требованиям, молодой человек, да, он, в принципе, и не должен отвечать вашим требованиям, и он не должен делать так, как хотите вы. То есть, он делает так, как хочется ему делать. Вот как хочется ему, он так и делает. Хочется ему говорить слова, а он говорит слова. Кстати, ваша претензия, вот, которую вы, ну, высказали, она немного странная, потому что вы говорите, что слова для меня, для меня ничего не значат. Слова. Но при этом, при том, что слова для вас ничего не значат, вы говорите, что действие есть, всё это есть, объятие есть. Тогда не понятно, но если объятие есть, и если мужчина хочет высказать слова, почему он не должен этого делать? Только потому, что вы считаете это неважным? Ну, окей. А для него важным. Понимаете? Получается-то что? Что вы его не принимаете, таким, какой он есть, а значит и любви нет. Понимаете? Вот. И, исходя из этого, исходя из этого, ситуация такая, что вы можете его переделывать. То есть, эээ, то есть, я уверен, что он пойдёт в армию, он, значит, значит, там, если пойдёт в армию, то он из армии вернётся, он будет вас так же любить. Вопрос, что он будет, эээ, будете ли вы его ждать из армии, это очень другой вопрос, но тем не менее. Ну, вот. То есть, вся эта история будет, но. Знаете, если вы человека не любите, если вы человека не любите, если вы его не принимаете, а вы его не принимаете на самом деле, да? Вот. То отношения ваши, они будут по расчёту. Это неплохо и нехорошо. Вы его, эээ, будете, эээ, направлять, куда вам надо. Вы его будете, эээ, как-то, значит, эээ, ну, менять. Опять же, так, как вам надо. Он будет меняться, так, как вам надо. Вот. Вот. Это всё будет. Но любви к нему у вас от этого не прибавится. Наоборот, скорее будет радужирование из-за того, что мужчина, по сути дела, подчиняется вам. Как бы. Вот. И, собственно, всё. Понимаете? Вам нужно выбрать, чего вы хотите. Если отношений по расчёту вы хотите, то, пожалуйста, действуйте так, встречайтесь с этим человеком и так далее. Если по расчёту, если вам важны отношения эмоциональные, построенные на уважении, на любви, на доверии, да, то для начала сформируйте в себе образ молодого человека. А для этого необходимо сформировать, какая вы женщина. Понимаете? По какой причине, если вы говорите, что вам слова не нужны и вам нужны действия рядом с вами, мужчина, который говорит вам слова? Может быть, потому что вы в отношениях стремитесь к тому, чтобы быть родителем? Может быть, потому что вы в отношениях стремитесь к доминированию? Ну, может быть. Но в этом случае вы будете сближаться только с мужчинами, которым нравится доминировать. То есть, грубо говоря, вот с таким мужчиной, как ваш. По факту. И всё. И то, и другое, и то, и другое неплохо, по сути дела. Понимаете? И то, и другое нормально. То есть, нет ничего плохого ни в отношениях по расчёту, ни в эмоциональных отношениях, ни в доминировании, ни в родительской позиции в отношениях. Нет ничего плохого. Важно, чтобы вы сами просто для себя выбрали вот это, что нужно вам. Чего хочется вам. Понимаете? Что вы считаете для себя-то приемлемым? Вот вы говорите, мужчина постарше. А зачем мужчина постарше? Чтобы что? Понимаете? Вот. Ведь для любви-то не имеет никакого отношения постарше мужчины, или он там помладше он там, или как-то ещё. Для любви-то имеет отношение, чтобы человек соответствовал вашему стандарту мужчины. Понимаете? И здесь у меня волей-неволей возникает вопрос. У вас, судя по всему, нет отца. И вы, скорее всего, такая вот очень сильная девушка, да, такая сильная волевая девушка. Ну, работаете на двух работах и так далее. Вот. Ну, и какой парень у такой девушки может быть, вот как вы сами-то считаете, как вы сами-то думаете. Понимаете? Вот. Вот об этом вам и нужно как следует поразмыслить. Понимаете? И уже вот на основании этого всего, я полагаю, и можно будет делать какие-то выводы. Знаете? На основании этого всего уже можно будет думать, стоит ли вам искать другого молодого человека или нет. Понимаете? Вот. Такой вот, собственно, момент. Такой вот, собственно, вам может быть ответ на ваш вопрос с точки зрения, опять же, психологии. Понимаете? На мой взгляд, я бы здесь обратил внимание на проблему уверенности в себе, на проблему модели женского поведения вашего. Я бы обратил здесь внимание на взаимодействие с отцом и взаимодействие с матерью и влияние поведения родителей на вас. Я бы обратил здесь внимание на ваши ценностные, так сказать, концепции, да, то есть что для вас ценно, а что нет. Я бы обратил здесь внимание на то, почему он вас именно раздражает и бесит, молодой человек. Ну, то есть, угасли чувства к парню, хорошо, но почему бесит-то? Вот. Ведь бесит, это же тоже чувства. И они тоже появились по какой-то причине. Так, а-а-а, простите, по какой причине они появились, эти чувства? Ведь не откуда же, правильно? У них есть основания. И вот эти основания, на мой взгляд, и нужно в первую очередь стараться увидеть. Потому что без данных вещей, ну, вряд ли, вряд ли можно рассчитывать на что-то хорошее, на что-то позитивное, на что-то такое, знаете, конструктивное между вами. Просто потому, что вы рискуете не быть счастливой в отношениях. Я уже молчу про ваши розовые очки, которые, ну, то есть, поймите правильно, в розовых очках, как бы, в них ничего плохого нет. Но, видимо, вы очень сильно отдали им преподчтение. То есть, вы, видимо, очень сильно погрузились в свои эмоции. А у этого, опять же, тоже есть причина. То есть, есть причина, почему вы погрузились так сильно в свои эмоции, что ничего не видели. Видимо, вам для чего-то было нужно. И здесь я могу только сказать, что, скорее всего, вам не хватает отца. То есть, у вас проблемы с этим, с взаимодействием с отцом. Вот. Вот. Отцовского внимания хочется. А научились вы при этом модели поведения другой? Научились вы модели поведения такой вот более доминирующей. И отсюда, соответственно, между вами проблема. Ну, вот как это видится мне. И в таком случае, правильно будет сделать что? Правильно будет, значит, сначала проработать отношения с папой. Правильно будет. А потом уже, значит, когда вы отношения с папой проработаете и научитесь жить, как бы, без наличия того мужского внимания со стороны отца, которого вам, возможно, не хватает. А вам вы уже будете выстраивать тогда адекватные отношения с мужчинами. Вот. Такие, такие, как вам будет хотеться. Вот. Не такие, как вот, как возможно, да, для вас. Вот для вас возможно сейчас такие только отношения, и вы их выстраиваете. А именно, какие вам хочется. А для этого ответьте себе на вопрос. Каких отношений хочется? Понимаете? Ну, может быть, это была у вас первая любовь, вот этот вот молодой человек, или, там, первые серьезные отношения, вот. Для опыта, для опыта, это вполне себе нормально. То есть, получаете опыт здорово, что вы этот опыт получили. Теперь извлеките выводы, да, сделайте выводы. И, соответственно, подкорректируете свое поведение, а как по-другому. Понимаете? Даже если вы будете искать человека более старшего, мужчину постарше, что без четкого понимания, зачем вы ищете, да, ничего не будет. И поэтому, на мой взгляд, ну вот здесь все же важно вот сперва все-таки увидеть, увидеть зачем. Зачем? Зачем мне это все нужно? Вот. Что мне нужно и зачем? Что, чего я хочу? Вот. У вас мама вот такая, да, очень, ну, видимо, такая довольно твердая женщина, да, видимо. Вот. Вот. И вы на нее похожи, я полагаю. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Редактор субтитров О.Гонкинам YouTube Редактора О.Гто